вот такая моя машинка вылезла я из дома на третий день два дня сидела после ковида еще заболела какая-то типа простуды что ли минус 10 сегодня нам градусники обещают ночью сегодня похолодание резкое посмотрим еду в мытища покупать сына стельки в медведкова посмотрела по салонам чуть у нас тут бешеные цены жутко просто чем дальше от москвы тем возможности купить что-то подешевле больше ноги нога болит у него периодически работа на ногах и у него опухает стопа сверху погодка у нас сегодня солнечная и как всегда пробки в какое бы время не выехать у нас постоянно везде столботворение сейчас я проеду в сторону мытищ а в обратную сторону там немножко придется потолкаться но здесь строят какую-то развязку по всей видимости может быть будет нам облегчение здесь медведка сначала я загляну в магазинчик мирный лоск я же не могу приехать мы пищи и и обойти его мимо и вернее проехать мимо него сейчас я к нему подойдут и покажу вам и с разрешения продавца покажу что там у них есть вот такой вот это небольшой магазинчик но я здесь много же чего прикупила и зайду сегодня посмотрю потому что неделю назад у них здесь ничего не было все подобрали а Продолжение следует... Есть еще хлопковь с добавкой какой-нибудь, чтобы они у меня не так сильно рвались. Говорю, два, и я их не имею. Ну, смотрите, вот можно вот такую рогожку еще использовать. А не с добавкой? Она без добавки, но это как для скатерти, она стопроцентный хлопок. Вот она потолще, потрогней. Вот эта вот прям подойдет с этими долларами. Подойдет такая голубая подъезжая. Купила я тканюшки. Не очень симпатичные, но это у меня продавец очень любезный. И она мне во что было, в то и упаковала. Ткань я купила себе на постельное белье. Поехала дальше. Вот этот ортопедический салон, где я прямо уже не раз приезжаю покупать что-нибудь. Сейчас здесь я выберу стельки для сына. Очень мне нравится этот салон. Здесь все-все-все есть. Старшенька, ну, я покупала вот такую вот поддержку для колена. Но это, наверное, длинноватый, чуть покороче. По-моему, вот такое вот что-то я купила. Очень все удобно. У нас вот эти стельки вообще эксклюзивные. Вот эти салуберовские стельки. Мы официальные представители. Их вообще нигде нету, кроме нашего салона. Они нигде не представлены. Ни в интернете, ни в яйце. Это наш прямо вот гордость нашей эксклюзив. Сравнивается со всеми другими стельками. Не, ну вот эти стельки тоже достойные. Тоже достойные. Нет, эти стельки тоже достойные, да. По отношению к этим стелькам. Эти стельки самые тоненькие. Видите, они могут поместиться в самую такую обувь, где... Например, вот эта стелька может по толщине не поместиться с этой. Эта стелька туда обязательно поместится. Здесь у стельки, видите, специальное такое тиснение идет, как бы такие микромассажные, чтобы улучшать кровообращение стопы. Еще присутствует угольный фильтр, чтобы нога не пахла. Так здесь хорошие валики присутствуют для разгрузки переднего отдела. Также амортизатор здесь очень хороший присутствует. Видите? Ну, я вот уже вторую пару покупаю. Первая пара очень подошла мне сыну. Нога прям не устает. За целый день не устает. Он на ногах работает. Да, если бы вот эту попробовала, вообще бы... Сейчас я решусь. Я решусь. Все-таки по финансам она... Да. А не видите, как бы одна и та же фирма, одна в курсе, а другая в Алькантар, как я потерял. Ну, акции какие-нибудь на них будут не предвидеться пока. Ну, пока сейчас пока не предвидеться, но у нас акции бывают, да. Угу, угу. Ну, все. Купила я вот такие стильчики ему. Суночку будет Настя ходить в них. И ножку будет радоваться. Поехала дальше. Теперь у меня по плану наш торговый центр Бухта. Народа сегодня немного. Не сняла там народу. Там много народу. Много злых мужчин. Восточных. Ну, вот. Вот накупила. Дома покажу, что купила. Сейчас еще у меня заехать нужно в Глобус. За колбасными изделиями. Ну, а потом можно будет и домой уже ехать. Вот я подъезжаю к Глобусу. Это уже конечная остановка. Это буквально... Буквально пять минут. От моего дома. Замечательно. Мы очень рады. Ашан, правда, пострадал. У него большое количество покупателей. Слинял сюда, в Глобус. Вот. И там начались всякие акции. Всякие там скидочки. Вот. Но факт фактом то, что сейчас мы катаемся в Глобус. Огромный магазин построили. И не удивляюсь то, что, может быть, его будут еще достраивать. Там у них сзади площадь посылали. Так-так-так. Так-так-так. Куча хлеба. Национа, конечно, 430 грамм, 45 рублей. Не люблю я эти сетевые магазины. Там кучка. Народу куча. Блин. Возьму вот такую вкусняшку. Мюнхенский. Все, валю. Надавила мне это все. Я не очень часто выезжаю за покупками, но с зарплаты стараюсь что-то прикупить. Что я сегодня купила? Значит, началось у меня с того, что я прикупила ткань на постельное белье. Вот этой тканью я не очень довольна. Я ее не пощупала. Но так смотрела, она тонковата, конечно, немножко. Но пускай, пускай, ничего. Я думаю, что особенно на просто она не пойдет. Но на предотвенник я ее пущу. Это все-таки не поплин, это все-таки перкаль. Перкаль немного потоньше. Ну, такая веселенькая. Там где-то бабочки вон есть, где-то камыши есть, где-то ягодки вон. Вот камыши. Ну, что, такая приятненькая в зеленый горошек. Приятненькая тканюшка. Такая спокойная. На пододеяльник пойдет. Хорошо. Вот этой ткани я очень довольна. Я забрала все, что у нее было. И как раз у меня хватит на постельный комплект. Плотная, хорошая ткань. Прям плотная, хорошая. Как вот, знаете, в советские времена была такая тканюшка. Что там написано еще? Тейкова. Тейкова, не знаю. Какая-то, может быть, фабрика. Хорошая тканюшка. Поплин. Вот это поплин, да, действительно. И цветочки тут такие приятные. Мне кажется, красиво будет на постельном белье. Дальше я поехала, купила стельки. Стельки выложу видео с салона ортопедического. Дальше я поехала в бухту. Вот в бухте у меня, конечно, основная масса покупок. Мармелад. Это я уже успела в баночку сложить. У нас так вот на столе стоит в баночке. Всякие вот рулетики, всякие печенюшки. Печенюшки, всякие колечки. Я беру все недорогое. И стараюсь выбрать то, что мы кушаем. Чтобы у нас ничего не заваливалось. Я беру все такое недорогое. И мы это все действительно кушаем. И там же я покупаю шоколадки. Этот шоколад я купила для поездки. Но я еще буду подкупать. Это мне мало. Вот этот шоколад мне порекомендовал там продавец. Говорит, хороший. Казахский. Да, кстати, где-то мы открыли его. Сейчас, одну секунду. Мы его открыли, попробовали. Да, действительно, как будто из Советского Союза шоколад. Он такой похрустывает, когда его кусаешь. И вкус такой средний между молочным и горьким шоколадом. С таким выраженным. Вот раньше был такой вкус у конфет, у шоколада. Ну, я взяла пока на пробу. Мне надо будет, я поеду в поездку, мне надо будет с собой набрать еще. Дальше там я покупаю в этой бухте конфетки. Вот такие вот конфетки всякие. Вот знаете, такие мешка косолапые, там, Москва огни, осенний вальс, там, со всякими. Вот этот ореховый роща. Вот эти вот конфетки у них по 390 рублей килограмм всего. Вот эти конфетки всякие. Буревестник, черноморочка. Здесь у меня ромашка. Что я еще взяла? Буревестник, да, сказала, да? А это? Это морские. Вот я понемножку, понемножку прям пожменьки так побросала. Они вообще стоят по 220 рублей. То есть вот я, наверное, у этой женщины начала покупать год назад. И вот за год она не подняла ничего. То есть молодец. Яйца купила там. Там много палаток с яйцами. Но цена, конечно, ломовые на яйца. Я даже говорить про них не буду. Это я купила, потому что мне нужно. В магазине еще дороже. В общем, я вся в расстройстве. Чай закупила. Тоже поеду в поездку. Там Гринфилда у них почему-то нет. Не продается. Если продается, то маленькие пачечки. Я повезу с собой. Вернее, я лечу на самолете. И я просто в россыпь брошу в пакет, сложу. То есть я с собой возьму чай туда. А, еще забыла сказать, что там же в этой палатке у мужчины я покупаю какао. Я у них брала какао Несклик килограммовое. Там очень привлекательная цена. А это я взяла. Вот он мне опять-таки, как вот этот вот казахский шоколад. Он мне порекомендовал взять и какао. Порядком. На порядок, говорят, лучше, чем на золотой ярлык. Ну, попробуем. Я это взяла в поездку. А это я взяла себе попробовать. Попробую. Если вам будет интересно, я расскажу. Дальше у меня конечный пункт был глобус. В глобусе я тоже стараюсь быстро-быстро пробежать. Потому что я всегда... Лампочки. Моя лопа. Моя лопа. Вот. В глобусе я тоже стараюсь быстренько пробежаться. Нет, нет, нет. Сюда нельзя. Нельзя. Вась, нельзя. На проток не надо. Вот. Быстренько пробежаться стараюсь, чтобы ничего лишнего не прихватить. Но все равно у меня получается. Вот я сегодня зашла вот за этим колбаской. Да? Это за колбаской меня зашла? ну ладно хлеб то ладно хорошо это я поддалась искушению купила вот такой хлеб ну конечно там дорогой 66 рублей но здесь зато полкило хлеба этого им его практически я одна на завтрак с кофе или с маслом поэтому яблочки сезонные и они всего очень были приличный в этот раз хватанул яблок почти два килограмма дальше у них были со скидкой очень приличные грейпфрукты я посмотрела в ютюбе там дядечка один закрывает компоты из грейпфрукта хочу тоже попробовать но без кожуры он скажу роли закрывает ему нравится горчинка мне эта горчинка не особенно нравится я закрою попробую пару банок закрою попробую без кожур ну и так по лопать цена очень привлекательная 89 рублей дальше я взяла амурские колбаски это у меня муж любит он разогревается микроволновки на завтрак их кушает нравится ему и взяла мелкому ну мелкому сыну взяла колбаски докторской их колбаски у них там вкусное производство очень они хорошо делают мы пока еще нам не надоело мы все время покупаем вот вот это все это их производство также я взяла там вот такие вот коробочки вот этой вот эта коробочка здесь сейчас я вам скажу здесь сколько литров 10 литров я взяла вот эту коробочку для своих лоскутиков потому что у меня некуда складывать покажу вам я вот так вот их быстро-быстро забрасываю суда вот они мои лоскутики которые которые обрезки так скажу чего-то теперь я буду забрасывать в эту коробочку тут и все видно и все будет в одном месте вот так вот дальше я взяла себе тоже это все по акции у них сейчас проходят акции и привлекательные цена у этих коробочек и вот такой вот себе наконец-то взяла коробочку у меня сломалась в свое время кто-то пнул треснула ванная стояла коробочка такая для порошка наконец-то я тоже взяла тоже в глупости со скидкой получилось очень так ничего вот кроме ткани коробочки вот это все добро которое лежит у меня на утюженном столе и это все здесь на всю про все потрачено 3000 ну и стельки в том числе не виду что на 3000 рублей у нас закупиться в москве это очень хорошо здесь же у меня и получается и в холодильник есть уложить есть чай есть чем попить хватит надолго и сам чай есть и на выпечку есть ткани у меня получилось на 2000 с копейками и я довольна покупками все хорошо